Уважаемые студенты, сегодня мы будем говорить про нарушение ритма сердца и проводимости. Прежде чем изучать нарушение ритма сердца, вы должны знать норму проводящей системы сердца. Как известно, она начинается с иноатриального узла. От этого узла передаются волокна в претердии. Потом идет атеровентрикулярный узел, кучки гиса левой и правой ножки, а также волокна куркинье. В нарушение ритма сердца входят аритмии и блокады. Аритмии – это нарушение частоты, регулярности и последовательности сердечных сокращений. Блокады – это нарушение проводимости сердца. Причинами могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы и токсическое воздействие лекарственных средств. Основные механизмы, то есть патогенез нарушения ритма – это патологическое повышение автоматизма, повторный вход, волны возбуждения, то есть ре-энтри и триггерная активность. По классификации нужно знать, что они имеют несколько типов нарушения ритма сердца и блокады. Первое – это когда аритмия, возникающая при нарушении функции автоматизма синусового узла. Это синусовая тахкардия, синусовая брадикардия, синусовая аритмия, асисталия предсердия и синдром слабости синусового узла. Эктопические комплексы или ритмы – пассивные комплексы. Это может быть претердный ритм, узловой ритм, усиление наджелудочковых ритмов, желудочковый ритм, возникновение внеочередных сокращений. Активные комплексы или аритмия. К активным относится экстрасисталия. Она бывает претердная, из АВ-узла, желудочковая. К активным комплексам также относятся парасисталия, параксизмальные и непараксизмальные тахкардии. Параксизмальная тахкардия тоже подразделяется на претердную узловую, то есть из АВ-узла от ревентрикулярного и желудочковая. Также к активным комплексам относятся трепетание и фибрилляции. Что такое фибрилляция? Фибрилляция претердии определяют как суправентрикулярной тахиаритмии, которая характеризуется некоординированной активацией претердии с ухудшением вследствие этого и механической функции. Вернемся к основной нашей классификации. Как мы говорили ранее, в первую очередь у нас идет нарушение автоматизма синусового узла. К нему относятся синусовая тахикардия, синусовая брадикардия и синусовая аритмия. По данным ЭКГ можно увидеть, что при синусовой тахикардии зубцы не меняются, лишь меняется расстояние РР. Например, мы считаем частоту сердечных сокращений и отмечаем учащение пульса. То есть ЧСС у нас достигает свыше 90. В норме ЧСС у нас от 60 до 90. При синусовой тахикардии 90-120. Остальные изменения нет. При синусовой брадикардии удлиняется интервал РР. То есть расстояние РР удлиняется. Когда мы считаем ЧСС, он у нас составляет ниже 60. Синусовая аритмия в одном ЭКГ-ленте, то есть в одном отведении, отмечаются и тахикардия, и брадикардия. В ЧСС, когда мы считаем, мы считаем самое короткое расстояние и самое удлинятое расстояние. Экстрасистолии. Активные комплексы. Значит, экстрасистолия, как я уже ранее сказала, бывает претердной и из АВ узла, а также желудочковой. На данном ЭКГ вам и показана картина претердной экстрасистолии и желудочковой экстрасистолии. Экстрасистолия – это появление внеочередного эктопического очага, который захватывает импульс. Захватывает импульс и на ЭКГ-ленте появляется внеочередной комплекс. В норме идет нормальный комплекс, далее пауза и далее идет следующий комплекс. Но после следующего комплекса, когда должна была идти пауза, появляется внеочередной комплекс. И мы называем это интервал сцепления. Здесь патологический комплекс образуется из зубца П и КРС. Здесь деформация КРС не отмечается. Только зубец П может измениться в виде двухглавы, двухрогового П или отрицательный П. После этого эктопического комплекса появляется компенсаторная пауза. Почему она компенсаторная? Потому что должна была идти нормальная пауза, но на эту паузу попал эктопический комплекс. И получается отдыхает сердце компенсаторная пауза и снова-заново образуются нормальные комплексы. Желудочковая экстрасистолия, тот же самый очаг, вот крестиком указан, появляется внутри желудочка и захватывает импульс, появляется деформированный КРС комплекс. Как нам известно, деятельность желудочков на ЭКГ мы определяем по зубцам КРС, по комплексу КРС, правильно? Поэтому, так как она желудочковая экстрасистолия, желудочковый комплекс ненормальный и деформированный. Точно так же она появляется внеочередной. То есть во время паузы она внезапно появляется, потом возникает компенсаторная пауза, дальше опять начинается нормальный комплекс. Что такое аллоритмическая экстрасистолия? Вам нужно знать, что есть классификация желудочковых экстрасистолий по тому очередности, как они идут. То есть первая нормальная, вторая эктопическая. Этот комплекс мы называем бигеминия. То есть би это второй. Второй комплекс у нас патологический. Тригеминия, когда два нормальных комплекса, третий патологический. Квадригеминия, когда три нормальных и четвёртый эктопический. По локализации очага в предсердной экстрасистолиях паузубец, как меняется, здесь на данном слайде вы видите. То есть он может быть двухрогим, он может быть отрицательным, он может идти сам без куэрис. Из АВ соединений, из АВ узла. Значит мы с вами поговорили про предсердни, про желудочковые. И теперь из АВ узла. Здесь у нас отличие от предсердного. Сперва идёт куэрис, а потом зубец П. Точно так же появляется внеочередной, во время паузы. Сперва идёт куэрис, куэрис, потом изменённый зубец П. Он может быть или нормальным, или двухрогим, или отрицательным. Но отличие от предсердного, запомните, ребята, после куэрис. При предсердном сперва мы могли поймать П, потом куэрис. Иногда даже куэрис мог бы и не поймать, но обязательно будет П. Из АВ узла сперва идёт куэрис. Но обратите внимание, и при предсердном, и с АВ узла куэрис не деформирует. При желудочковом экстрасистолии куэрис деформируется. Вот ещё раз мы можем увидеть картину желудочковой экстрасистолии. Везде идёт деформация куэрис. Пароксизмальная тахкардия. Это тахкардия, которая возникает внезапно и может остановиться тоже внезапно. С очень частыми сердечными сокращениями от 140 до 300. Значит, тоже по классификации бывает претердная пароксизмальная, из АВ узла и желудочковая. Частота сердечных сокращений, ещё раз говорю, бывает от 140 до 300. Расстояние РР очень укороченное, сокращённое. Деформации куэрис нету, когда претердная или из АВ узла. Вот мы видим настоящую экогаленту, где идёт пароксизмальная тахкардия. Обратите внимание на расстояние РР. Одна большая клетка и одна маленькая. Вспомним формулу, как мы считаем частоту сердечных сокращений. И, когда вы здесь посчитаете, оно будет около 200. При желудочковой пароксизмальной тахкардии, естественно, как я недавно сказала, КРС деформируется. Любая патология, которая происходит в желудочках, всегда запомните, КРС меняется. Вот мы здесь видим точно так же РР расстояние очень короткое. Частота сердечных сокращений от 140 до 200 до 300 может быть. Единственное отличие от претердных – это деформация желудочек, КРС комплекса.